Джо Байден предупредил американцев, что ковид усугубится, прежде чем все станет лучше. О сроках Байден ничего не добавил. Тем не менее, внедрение вакцины, которую администрация президента Дональда Трампа предоставила штатам для проведения без федерального плана или достаточного финансирования, оказалось, по словам Байдена, недостаточной. Главное здесь, что сам успел уколоться дважды, и то хорошо. Байден, видимо, думал, что в плане с вакциной ему вообще ничего не надо будет делать. Только объявить американцам, что это он сделал все, пока Трамп бездействовал и смотрел, как умирают американцы. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куома сказал, что только 67% медицинских работников в Нью-Йорке получили дозу вакцины и предупредил, что если федеральное правительство не найдет способ быстро нарастить производство, то все пострадают, по его мнению. Он, видимо, не увидел выступления Фаучи в Белом доме, который сказал, что вакцины не гарантируют, что вы не заболеете ковид. Ну, некогда было ему все понятно. Энтони Фаучи также добавил в прошедшую пятницу, что федеральное правительство возложило слишком большую ответственность за распространение вакцины на правительство штатов. Вместо этого, сказал он, администрация должна сотрудничать со штатами, чтобы помочь им спланировать развертывание и убедиться, что вакцины попали в руки людей. Центр США по контролю и профилактике заболеваний CDC сообщили, что менее половины из почти 38 миллионов доз вакцин, отправленных на сегодняшний день федеральным правительством, действительно попали в руки американцев. Некоторые штаты отстают. В общей сложности во всех штатах было введено только лишь треть или 40% выделенных вакцин по максимуму.